Вы знаете, мы сегодня проводим второй совет пресс-секретарей Вологодской области, второе заседание. По инициативе Ростелекома мы собираемся и на их площадке. На первом заседании мы обсуждали о том, что мы будем использовать разные площадки для проведения наших заседаний. И Ростелеком первыми проявили такую инициативу. Сегодня нам здесь проведут небольшую экскурсию в музей связи, который организовали сами сотрудники. И представят нам различную технику, расскажут историю развития связей в Вологодской области. Даже такую мини-ролевую игру проведут. Мы пройдем экскурсию по всему зданию Ростелекома. Ну и в конце поговорим о тех проблемах, которые существуют в нашей работе. Поговорим о новых тенденциях, развитии пиара Вологодской области. Поговорим о рейтингах СМИ, которые уже готовы на начало 2017 года. Ну и определим дальнейшие точки развития. Если бы не было связи, если бы не было интернета, если бы не было телефонов, то мы бы не имели возможности передавать эту информацию с жителем Вологодской области и конечному потребителю продукта информации. Сегодня действительно пресс-секретарии предприятий Вологодской области пришли к нам на экскурсию познакомиться с тем, как работает связь Вологодской области в России и вообще во всем мире. Мы подготовили достаточно интересную программу. Расскажем про историю, как развивалась связь и в Вологодской области, и вообще в мире. Про вехи развития связи. Покажем, как управляются, как осуществляется управление сетями связи на территории Вологодской области. Ну и я думаю, что нашим гостям будет интересно. Очень изменилась связь, потому что требования потребителей на сегодняшний день выросли как никогда. Вот цифровой контент, который сейчас есть в интернете, это совсем другие условия, нежели было 20 лет назад, когда основным способом передачи информации была речь. Сегодня мы с вами через интернет получаем информацию, как в печатном виде, фотографии, видеоконтент и так далее. На самом деле связь развивается именно в этом направлении, в направлении цифровизации.